Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу Российского национального конгресса кардиологов. И наш симпозиум называется «Проблема метаболического здоровья населения в кардиологической практике». И с большим удовольствием слово для первого доклада представляю Татьяне Юрьевне Кузнецовой, Петрозаводск. «История и современность проблемы метаболического здоровья населения». Вам слово, Татьяне Юрьевне. Глубоко уважаемая Лена Ивановна, уважаемые коллеги. Спасибо вам за то, что выбрали этот симпозиум. Мы уже обсуждали с коллегами, что проблема настолько актуальна. Мы надеемся, что наши сегодняшние доклады еще больше вас убедят в этом, что она очень глобальна и важна. И нам хотелось бы, чтобы, конечно, интересы в зале и онлайн к этой проблеме сегодня в рамках нашего симпозиума был бы большим. Итак, передо мной стоит задача рассказать об истории современности. Вы смотрите, мы нашей командой регулярно, традиционно устраиваем симпозиумы про ожирение в рамках конгресса кардиологов. Но сегодня мы решили назвать наш симпозиум именно про метаболическое здоровье. Что же такое метаболическое здоровье? Это отсутствие множественных кардиометаболических факторов риска при отсутствии манифестного заболевания. Насколько много таких людей, у которых нет кардиометаболических факторов, вот мы сегодня и обсудим. И, конечно, традиционно, когда речь идет о кардиометаболических факторах риска, ну, на первое место хочется вспомнить ожирение, деслепидемию, нарушение углеводного обмена. Но что бы мы ни говорили, все равно в основе своей – это, конечно, ожирение. И на этой картинке достаточно ярко показано, не переводя на русский язык, что вообще-то на самом деле причин для ожирения много. Это и нейробиологические факторы, и социально-экономические проблемы, и психологические, и сегодня в рамках нашего симпозиума будет доклад и о генетических факторах риска ожирения, причинах. Но все равно основой ожирения является несоответствие между поступлением калорий и их потреблением. Распространенность ожирения велика. Это статистика 2021 года европейская. Здесь Россия занимает такое срединное положение, где 23% ожирения. Но уже вот я и вчера на мероприятии, но и сегодня в рамках нашего конгресса много слышала различные статистики. В основном ссылаются спикеры на исследования СРФ-3. Количество у нас не 20%, коллеги, а намного больше. Если только по индексу массы тела считать, что это 30% у мужчин, 40% у женщин. А если с избыточного веса начнем считать, а если с абдоминального ожирения, то до половины населения. Это, конечно, очень много и проблема, безусловно, актуальная. Актуально потому, что хорошо известна статистика. В частности, одно из исследований, глобальная оценка бремени многих болезней, в том числе ожирения. В 204 страны мира избыточный вес и ожирение, ассоциированное с 5 миллионами смертей, 160 миллионов лет инвалидности. И все это в половине случаев сердечно-сосудистые заболевания. Если у человека есть сахарный диабет, то в 80% случаев у него повышенный вес. Если у человека ожирение, то диабет у него разобьется в 3 раза чаще. Лица после 45 лет, поэтому должны с избыточной массой тела, уже с избыточной, а не только с ожирением, обследованы для исключения диабета. Есть сочетание гипертонии и избыточной массы тела в подавляющем большинстве и у мужчин, и у женщин. При ожирении своеобразный особенный атерогенный фенотип лебедограммы, хорошо вам известный, не забываем не только про традиционно измеряемые, но и про такие сегодня очень актуальные маркеры, как АПБ его много и АПА его наоборот мало. Но ожирение, то есть почему вот сегодня мы говорим именно о кардиометаболическом здоровье, основанном все равно в понимании нашего ожирения, потому что ожирение – это фактор риска и тех факторов риска, о которых я уже сказала. Ожирение – это и атеросклероз-ассоцированные заболевания, ожирение – это и хроническая сердечная недостаточность, и нарушение ритма, и тромбоэмболия, и на сегодня пороки. И мы, Галина Александровна, уже неоднократно предлагали ваше внимание клинические разборы и свой опыт, когда ожирение – главная причина для артального порока. Поэтому, когда мы говорим о метаболических заболеваниях, на сегодня неправильно называть только нарушение обмена липидов, глюкозы, которые между собой ассоциированы. Метаболические заболевания – это те, которые… И это всё, что связано с ожирением. Это и атеросклероз-ассоцированные заболевания, и гипертония, и метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, и хроническая болезнь почек, и другие заболевания. В основе висцеральная жировая ткань. Я решила сегодня не показывать традиционных наших и сразу в раз повторяющихся картинок. Просто напомню, что адипоциты находятся в дисбалансе в сторону выработки провоспалительных, профибротических, проинсулинорезистентных, прогипертензивных, проатросклеротических, протромботических факторов. И, конечно, говоря о взаимосвязи между ожирением и другими болезнями, мы должны вспомнить о понятии метаболический синдром. Он пришёл к нам из прошлого века. Я тоже не буду тратить время на воспоминания. Вы всё это хорошо помните, что его называли метаболическим синдромом, потом называли синдромом X. Термин «смертельный профит» тоже отражает именно эту проблему. В 1992 году было предложено метаболическим синдромом из пяти выбрать два любых, где даже ожирение было бы не обязательно, а какие-то два из пяти нарушений. И за эти годы действительно представление о метаболическом синдроме, но оно не то чтобы менялось, оно просто оставалось очень разным в разных рекомендациях, руководствах и странах. Очень небольшого по размеру таблицы, возможно, вам не видно, но видно издалека. Наверху это несколько вариантов различных консенсусов, различных обществ, а по вертикали это различные компоненты, которые эти документы включают в метаболический синдром. И сразу видно, что и количество признаков разное, из документов документ, и даже обозначение какого-то одного признака, ну, даже индекс массы тела, верхняя строка, разные цифры берутся за основу. Я уж не говорю про объем талии. То есть, на самом деле, представлений вот этих международных, их существовало всегда очень много. Но мне приятно вспомнить, что в 2013 году, опять же, участники сегодняшнего нашего симпозиума, мы с Галинсаной участвовали в рабочей группе по вот этому документу, консенсус по метаболическому синдрому 2013 год. И мы сегодня, Галинсанная, обсуждая то определение, которое там было дано, критерии диагностики, говорим о том, что это очень емкое, очень современное по-прежнему, наиболее, наверное, современное определение метаболического синдрома по сравнению со всеми другими консенсусами. В этом документе подчеркнуто, что метаболический синдром – это увеличение объема висцерального жира и снижение чувствительности периферических тканей консулина, которые дальше ведут вот к этому огромному полу всех изменений, всех видов обмена и очень многих заболеваний, которые в конечном итоге повышают риск сердечно-сосудистой смертности. И диагностические критерии. Не знаю, мне кажется, что многие наши коллеги до сих пор именно этими критериями все-таки пользуются, когда в основе объем талии 80 у женщин, 94 у мужчин, а дальше два из предложенных критерия, которые вы все, наверное, хорошо знаете. Дальше в 2014 году американская ассоциация предлагает критерии ожирения в делении по стадиям. И стадии 1, когда 1, 1 или не более, и не тяжелые осложнения, и стадия 2, когда осложнения тяжелые. И перечисляет вот эти все осложнения, о которых я говорила, уже, да, видите, по-разному можно к ним относиться. Но это все равно все взаимосвязанные, все заболевания. С тех же пор появилось и понятие метаболически здоровое ожирение, потому что избыточный вес может сопровождаться сохранной чувствительности к инсулину, иметь другое распределение жировой ткани и менее активно иметь висцеральную жировую ткань этих людей. Сохранен кардиореспираторный фитнес. И, в общем, такой человек, возможно, меньше имеет риск. Да, прогностически лучше, но все равно несовершенно безопасный по этому поводу. Тоже много дискуссий за все эти годы проходило. Что же поменялось в этом году и почему началось с того, что мы по-прежнему, сколько бы ни говорили, ни писали об этом, все равно считаем, что это сегодня очень актуальная проблема, и она каждый год, каждый раз звучит под какими-то разными, ну вот высвечивается с разных граней. Все началось с того, что вот этот новый взгляд на проблему в 2023 году, американский такой вот консенсус по лечению, обратим внимание, название кардиоренометаболический синдром. Что означает вот это добавление, дополнительно упоминание почек в этом названии? Ну, авторы предлагают считать кардиоренометаболический синдром самостоятельной системной патологией, которая характеризуется взаимосвязью между метаболическими факторами риска, хронической болезнью почек и сердечно-сосудистой системой. Ну, видим, что в определении, в общем, обращаю ваше внимание, никак ожирение и висцеральное ожирение вообще не звучит, да, такое очень широкое глобальное понятие. И включает, это могут сюда относиться или люди только с факторами риска и ХБП, или уже с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но которые все-таки на фоне этих метаболических факторов риска или ХБП развились. И в этом документе есть картинка, которую мы уже в своей публикации перевели на русский язык, сделали такой, может быть, более конкретной. О чем речь идет? Когда синдром, это что такое? Это когда все равно наверху красный квадратик, это все равно висцеральное ожирение, которое дальше вниз ведем, тоже красный квадратик по центру, это то, к чему приходит, приводит адипоцитопатия, адипозопатия, это воспаление, оксидативный стресс, это инсулинорезистентность, это эндотелиальная дисфункция, а дальше расходятся стрелочки к поражению всех органов и почек, и вот эти вот факторы риска там, о которых я уже говорила, другие, и в конечном итоге атеросклероз, прогрессирование сердечной недостаточности. Причем мы видим, что эти стрелочки все такие двунаправленные, многие из них, вернее, когда эти заболевания сами друг друга поддерживают. И очень важный компонент, синенький там наверху, это еще и метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Почуть позже расскажу, почему я на это обращаю внимание. Итак, американские эксперты предлагают кардио-ренометаболический синдром, и они предлагают делить его на следующие стадии. Ноль, когда его нет, вторая, первая, когда это диагностированное ожирение, вторая, это когда присоединяются факторы риска и ХБП, другие метаболические, третья, когда уже появились субклинические поражения, и четвертая, когда есть клинические проявления сердечно-существительных заболеваний. На этом слайде более подробно они представлены, на что я хотела обратить внимание, потому что будем потом комментировать это понятие. Ну, ноль, когда полное отсутствие вот всего этого, о чем я говорю, все время задаю всем вопрос, есть ли такие вообще люди вокруг нас, если есть, мы за них, конечно, очень сильно порадуемся, но это не наш с вами, да, вот контингент, которым мы работаем. Обращаю внимание, что первую стадию американские эксперты предлагают считать дисфункциональным ожирением и диагностировать его только по двум критериям, это индекс массы тела или объем талии. Ну, и добавлять на этом же этапе увеличение уровня глюкозы или гликтированного гемоглобина. Дальше уже на второй стадии они считают присоединение других метаболических факторов, диабета, гипертонии. И дальше, ну, более нам понятно, субклинические сердечно-сосудистые заболевания, ну, например, да, это повышенный коронарный кальций, например, это бляшка, и, например, повышение тропонина, но, или эхокардиографические критерии, но без проявления клиники, или, ну, вот очень высокий риск по шкалам. И, наконец, четвертое они предлагают стадию, когда уже появились клинические проявления. На картинке все это красиво видно. Первая, нулевая, вернее, абсолютно здоровый человек, дальше только ожирение, потом какие-то дополнительные факторы риска, потом субклинические, а потом клинические проявления. Вот такая общая стратегическая линия, что такое кардио-ренометаболический синдром. Мы коллегами, вот в одном из последних номеров российского кардиологического журнала этого года, высказали свое мнение по этой проблеме и на что я хотела бы обратить внимание. Безусловно, мы принципиально согласны с этим синдромом, с тем, что привлекли внимание снова к нему, но позволили себе высказать некоторые свои вопросы и предложения. Во-первых, мы считаем, что на первой стадии обозначать висцеральное ожирение только измерением индекса массы тела и объемом талии, наименее специфическими маркерами этого недостаточно. Все-таки необходимо подтверждение эктопической висцеральной жировой ткани. Во-вторых, мы считаем, что если это синдром, то уже первая стадия может включать именно комбинацию каких-то факторов, а не только ожирение. Ну и, наконец, в концепцию кардио-ренометаболического синдрома не укладывается поражение печени, а это сегодня очень важно. Вернее, оно там не стоит вообще в этом перечислении критериев, по стадиям, которые я сказала. Мы знаем, что сегодня предложили изменить формулировку и называть это не, как раньше, алкогольная жировая болезнь печени, не алкогольная, простите, жировая болезнь печени, а переименовать ее в метаболически ассоциированную, потому что, во-первых, сегодня эта причина все больше на первый план выходит как причина цирроза, и, во-вторых, а может быть, в первых в рамках нашего конгресса, потому что это заболевание уносит огромное количество жизней именно сердечно-сосудистых, вследствие сердечно-сосудистых проблем. Поэтому сегодня, в общем-то, в мире не столько проблема кардио-рена метаболического, а, наверное, кардио-рена гепатометаболического синдрома обсуждается, а, значит, и синдром имеет смысл называть так. И еще одна европейская публикация, которая посвящена этой же проблеме, мне кажется, очень такая яркая картинка, которая прекрасно иллюстрирует по центру вот этот пожар в виде ожирения и висцерального, и ассоциированного с ним хронического воспаления, а вокруг, порочным кругом, все основные органные поражения сердца, почки, печень и сосуды. Но хочу сказать, что уже с 2018 года нами была предложена такая вот пошаговая стратегия именно оценки риска сердечно-сосудистого при ожирении, где мы предлагаем 6 шагов, на котором в первом, да, конечно, нужно измерить объем талии, индекс массы тела. Но на первом и на втором, вернее, на третьем, мы уже все-таки давно об этом говорим, необходимо подтверждение вот этого висцерального ожирения. Насколько это сложно для того, чтобы вот из раза в раз говорить, но реально в жизни, в общем, не особенно видеть. На самом деле нет ничего сложного. Это важно, во-первых, потому что при одинаковом индексе массы тела, при одинаковом объеме талии, все-таки риск сердечно-сосудистый может быть разный. И о том, что нужно диагностировать висцеральное ожирение, говорим не только мы. Много методов для этого существует. Ну, например, ультразвуковые, в частности, эхокардиография. Метод широко распространен, наименее, наиболее доступный, наименее дорогой по сравнению со всеми остальными. Да, он зависит от того, какой оператор делает. Да, он не все объемные показатели считает и не все выявляет этапические жировые депо, но это простой доступный метод. Классически, ну, наверное, более красивые картинки и более объективные мы получим с помощью компьютерной томографии, которая тоже, в общем, сегодня распространена. У нас много, где стоит компьютерный томограф, и там уже можно измерить, вот получить такую красивую картинку, измерить и перикардиальный, и эпикардиальный жир, и, ну, отличить его от подкожного, переваскулярный, переортальный, и, в общем, много других локализаций. Посчитать точно объемы и сказать, насколько это опасно. Есть другие, а ультразвук, насколько ведь тоже, ведь какого там года, 23-го, да, методические рекомендации, но я не знаю, насколько они широко вошли, ведь совершенно четко написано нашими с вами коллегами, что можно взять датчик и поставить его не только на, ну, стандартно выполнив эхокардиографию, но еще несколько позиций и измерить эпикардиальную жировую ткань, сегодня можно и подкожную, для того, чтобы перитониальную жировую ткань отличить, и висцеральную и обтаминальную клетчатку померить, и перерональную, и парерональную забрюшинную висцеральную ткань измерить. И в этих же рекомендациях написаны четкие критерии. И, конечно, мы понимаем, что ультразвук, да, оператор-зависимый, аппарат-зависимая, процедура, но если поставить это на поток в одном и том же кабинете, да, в каком-то, ну, выделить конкретного, может быть, оператора, который это будет делать, то мы вполне можем ориентироваться на полученные данные и включать его в наши стратегические уже, ну, вот, действия с этим, с нашим конкретным человеком. Он еще даже, может, не пациент, а просто человек, который мимо проходил, считает себя здоровым. Магниторезонансная томография. Прекрасный метод, ну, без радиации, тоже с возможностью объемного подсчета висцеральной жировой ткани, но, конечно, не везде доступный и достаточно дорогой. Ну, еще менее доступная, наверное, позитронная эмиссионная томография. Тоже, в общем, методы, которые не сильно распространены. Вполне можем ограничиться ультразвуком. И уже вот в прошлой версии нашей пошаговой предложенной стратегии оценки риска мы предлагали на четвертом шаге диагностировать именно висцеральное ожирение вот этими методами, а потом, ну, да, пожалуйста, оценивать и субклинические, и клинические органные поражения, ассоциированные с ожирением. Вот, глядя на проблему кардиоренометаболического и кардиореногепатометаболического синдрома, мы вот в этой публикации этого года РКЖ мы предлагаем делить ожирение несколько вот модифицированно, тоже на три стадии. И давайте посмотрим, когда мы предлагаем писать первую стадию синдрома висцерального ожирения. Да, конечно, есть индекс массы, сначала определяем индекс массы тела, потом объем талии, и хотя бы один какой-то прямой критерий висцерального ожирения, ну, ультразвуковой, как наиболее нам доступный. Дальше. В сочетании вот это вот висцеральное ожирение нами диагностировано с двумя критериями из следующих. Либо метаболические нарушения, у человека уже есть диабет или преддиабет, или есть какая-то гликемическая, но уже инсулинорезистентность. Если эпидемия, это может быть низкосистемное воспаление. И сегодня уже сегодня видела и слышала примеры наиболее широко использовать высокочувствительный цирреактивный белок для стратификации риска и артериальная гипертензия. То есть таким образом мы, в общем, считаем, что вот это понятие не одно висцеральное ожирение, а уже на первой стадии мы констатируем, что у человека есть вот этот синдром кардио-реногепатометаболический. На второй стадии к вот этим критериям первой присоединятся какие-то субклинические поражения. Ну какие? Либо атеросклеротическая бляшка, либо аномально высокая артериальная жесткость, либо то, что, я так понимаю, в утвержденных критериях новых по хронической сердечной недостаточности должно войти в нашу повседневную жизнь термин предсердечная недостаточность, когда мы говорим о ее факторах риска. Хроническая болезнь бочек на уровне еще 3А-Б, альбуминурия высоких градаций и вот эта самая метаболически ассоциированная жировая болезнь печени пока еще нет печеночной недостаточности. Тогда это будет вторая стадия. И, наконец, третья стадия, когда дополнительно критерием первой мы уже видим клинику атеросклероза-ассоциированных заболеваний, клинически значимую уже сердечную недостаточность, фибрилляция предсердий, более продвинутую стадию ХБП 4-5 стадии или протеинурию, а не просто альбуминурия небольших градаций, и метаболически ассоциированная болезнь печени, когда уже есть нарушение ее функции с печеночной недостаточностью. Ну и вот нам кажется, что вот такой подход, он, мне кажется, и простой, а самое главное, более такой объективный и действительно ставящий все точки над «и», что перед нами человек именно с кардио-рено-гепатометаболическим синдромом. И тогда в формулировке диагноза первую стадию пишем, когда мы нашли висцеральное ожирение, в данном случае сделали, например, эхокардиографию, нашли эпикардиальное ожирение. Вторую стадию напишем, если плюс к абдоминальному, ну вообще к какому-то висцеральному доказанному ожирению, нашли, например, бляшку. И третью стадию, когда у этого человека мы дополнительно выявили фибрилляцию предсердия, диагностировали ХСН первой стадии, и это уже, собственно, проявления органы клинические. Таким образом, ведь этот человек, мы никогда с вами не решим проблему кардио-рено-гепатометаболического синдрома, если будем вот только на симпозиумах кардиологических об этом говорить. Этот человек появляется на приеме и у терапевта, и у кардиолога, и у нефролога, и у ревматолога, и у эндокринолога, и у гинеколога или андролога, у гастроэнтеролога, еще очень многих других людей. И вот очень много разных проявлений, но мы должны как-то понимать, что мы все вместе должны это одним диагнозом писать. И в каждом кабинете вот этого врача какие-то совершенно одинаковые давать рекомендации. Но только тогда, наверное, ну как-то сдвинем эту проблему с мертвой точки хотя бы в понимании представления нашего об этом синдроме. А как с ним бороться, нам дальше Калина Александровна расскажет. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Уважаемая Татьяна Юрьевна, обозначила проблему, кто виноват. Но прежде чем Галина Александровна ответить на вопрос, что делать, какие вопросы есть аудитории к Татьяне Юрьевне? Есть ли вопросы? А у меня к организаторам просьба, закройте, пожалуйста, окна. Очень холодно. Они открыты в промоке. Есть у нас вопрос? Да, пожалуйста. Будьте добры, микрофон, потому что у нас идет трансляция. Сейчас принесут микрофон помощники. Спасибо большое. Татьяна Юрьевна, спасибо большое за этот удивительный доклад. Вот такой вопрос. Нам все-таки считать, абдоминальное ожирение с каких моментов? То есть окружность талии больше 102 сантиметра у мужчины или больше 94. В общем, 80-94. Это жестоко, я понимаю. Но что делать? Да, все-таки. Ну вот просто слайд, где дисфункциональное ожирение указано. У вас там было указание, что больше 102, ну и для азиатов. Это разные консенсусы, разные документы разных обществ. То есть действительно, кто-то за 100 берется, 102, кто-то берет за 80. Разные страны, разные общества, эндокринологические, просто всемирный организатор хранения. Ну, мне кажется, что мы вот опираемся вот на тот документ 2013 года, наш, и он, на мой взгляд, вот он основной. То есть там какая цифра? 80 женщин и 94 мужчин. Ну, то есть я вопрос ваш понимаю, потому что за критерии истинного просто абдоминального ожирения все-таки понимается 88 и 102. Но в критериях метаболического синдрома ну, как бы менее жесткие критерии. То есть там как раз 80 и 94. А вот если просто человек, у которого нет пока никаких метаболических нарушений, в принципе-то мы должны брать 88 для женщин, 102 для мужчин. Или нет? Или уже мы свою предлагаем? Спасибо за дискуссию. Мы, наверное, все-таки, не знаю, Галина Александровна поддержит меня или нет, все-таки мы же говорим сегодня о выделении этого синдрома именно в рамках оценки риска сердечно-сосудистого. А тогда за риск все-таки у нас цифры 80 и 94. Ну, это наше мнение, мы на него имеем право, безусловно. Да. Еще вопрос есть? Вопросы еще в аудитории? Вопросов нет, Татьяна Юрьевна. Спасибо большое. Галина Александровна сейчас ответит на вопрос, что же делать. Галина Александровна Чумакова. Да, там микрофончик. Есть возможности профилактики и перспективы лечения метаболических заболеваний в кардиологии. Пожалуйста, Барнау. Дорогие коллеги, добрый день. И вот я попытаюсь не ответить, а хотя бы наметить путь, что же нам со всем этим делать. Возможности профилактики, перспективы лечения. Но начну я с парочки слайдов, которые уже показала Татьяна Юрьевна, чтобы просто оттолкнуться, сделать шаг к моему разговору. И хочу еще раз вам показать вот это определение, которое прозвучало в 2013 году, больше 10 лет тому назад в наших российских рекомендациях по метаболическому синдрому. И я хочу, чтобы вы еще раз просто прочитали и прониклись величием этого определения, потому что к тому времени, в это время, в 2013 году, это же с 2014 года началось немножко расширение понятия метаболических нарушений. А вообще-то до 2013 года вот эти критерии, которые Татьяна Юрьевна показывала, вот они все крутились в своих круг ожирения, атеросклерозы, гипертонии, сахарного диабета, дислепидемии и так далее. А вот посмотрите, как в 2013 году мы дружно, согласованно написали, что метаболический синдром характеризуется увеличением объема висцерального жира, что очень конкретно прозвучало. Там нарушение чувствительности периферических кани к инсулину и развитие, нарушение углеводного, липидного, пуриного обмена, агент, атеросклероз, заболевания печени, почек, репродуктивной системы, онкопатологии, что повышает риск развития сердечно-сосудопатологии и общей смертности. Вы смотрите, как глубоко копнули, и поэтому я даже прямо сейчас говорю о том, что мне вот сейчас тенденция появилась, и даже что-то у нас вроде как рекомендации будут готовиться, хотя вряд ли можно сейчас именно как рекомендации, какой-то согласительный документ написать по кардио-рено-гепатометаболическому синдрому. Но мне вот, например, не нравится. Почему? Потому что мы опять сужаем круг проблем. То есть вот опять вот как-то три проблемы, а дальше вроде их нет. А они в 2013 году, у нас в определении есть весь круг проблем. Так может вот как-то сделать российским ученым какой-то шаг вперед и назвать это метаболическая болезнь, например, или хотя бы кардио-метаболическая болезнь, ну, который бы предполагал ну вот весь круг проблем. Не надо ее обужать. Мне так кажется. Ну, давайте пойдем к этому и будем думать, что с этим делать. Ну, еще один слайд, который показывал Татьяна Юрьевна, я тоже покажу, чтобы оттолкнуться, потому что еще раз поставим во главу угла всех этих проблем все-таки ожирение, и какие пути как раз именно от того, что мы знаем этиологию фактически, да, вот это же есть болезнь, когда есть этиология. Вот у нас этиология есть. Это ожирение. Ну, прежде всего, висцеральное, хотя, может быть, мы не всегда оцениваем подкожное ожирение, он тоже навлекает на системную гемодинамику, меньше гораздо участвует в гуморальной какой-то регуляции. То есть она тоже, безусловно, имеет место быть. Но все-таки висцеральное ожирение это этиология вот этой, как я себе представляю, кардиометаболическая болезнь. Может быть, просто метаболическая частью, вот кардиометаболическая. Мне, как кардиологу, такое название нравится. Итак, что делать и когда делать? Ну, будем пытаться думать, когда делать. Вот подумаешь об этом, думаешь, когда бы не начало, уже поздно, да? Уже поздно. Поэтому, ну, цание самое раннее, что может быть для конкретного человека, вот для данного, как у некого конкретного человека. Это перинатальное программирование. Это, конечно, начало работы с беременными. То есть вот это может быть то, что должно вот, ну, может быть, одним из первых шагов, что должно сделать российское здравоохранение, это просто всех беременных женщин с ожирением взять на учет и готовить к беременности. Потому что, вот, пожалуйста, на этом слайде, дорогие коллеги, материнский диабет и или ожирение во время беременности ведет к фетальному и или раннему постнатальному перееданию ребенка или еще плода или потом уже ребенка. И, соответственно, стрелочка вниз к перинатальной гиперинсулиной мии, гиперлептинной мии, гиперкортизолной мии. Соответственно, у ребенка еще нерожденного развивается приобретенное программирование нейроэндокринной регуляции пищевого поведения массы тела и метаболизма. Представьте, постоянная избыточная стимуляция и последующая гиперактивация бета-клеток поджелудочной железы ведет постоянной гиперкликемии, гиперинсулиномии и все это вместе к избыточному весу и ожирению. А теперь у нас катастрофа. Молодое поколение процент ожирения катастрофически огромный. Начало здесь. То есть, хотя бы вот это ну точно абсолютно некая линия, которая ну вот как-то совсем недооценена. Вот может быть как-то начать с ней работать и может быть какие-то совместные с каширгинекологами мероприятия проводить и думать, как нам все это делать, потому что работа с беременной, с ожирением и подготовка к беременности это очень важный путь. Естественно, и это мы не решим никогда, если не будет ну некого государственной поддержки. Как ни крути, все равно без государства, без руководящих органов, которые напишут документы, поставят печати и скажут теперь только так и никак иначе, двинуться с места нельзя. И вот недавно совсем в европейском кардиологическом журнале опубликовали такой результат и обсуждения круглого стола Европейского общества кардиологов, ну что же нам делать с этими кардиометаболическими факторами риска. И вот они предложили, что первый путь, который должен так сказать запуститься через государство, естественно, потому что кто-то все равно должен это организовать. В данном случае энтузиасты, конечно, важны, но энтузиасты должны объединиться в некую мощную силу. И так вот они предлагают оттолкнуться от поведенческого консультирования, массового поведенческого консультирования для здорового питания, повышения физической активности, для людей с кардиометаболическими факторами риска для предотвращения долгосрочных сердечно-сосудистых событий. Вы скажете, это на самом деле таких программ уже в разных государствах было много, так мы знаем, что там, где это сработало и там, где это поддерживается государство, там эффект есть, потому что вот ниже в желтой части этого слайда, посмотрите, проанализировали в рамках этого круглого стола работы 52 стран, 52 стран. Посчитали, мы же всегда говорим, что вкладывать нам в профилактику это дорого, это где-то что-то не так, но посчитали вот эту работу, которую начали эти 52 страны и вот заключение красными буквами написано, что данные, полученные в ходе этих исследований в этих странах свидетельствуют о том, что инвестирование в стратегии профилактики позволит избежать сотен тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 30 лет, позволяет сэкономить миллионы долларов, в рублях-то будут миллиарды, на здравоохранение и повысит производительность труда. Вы понимаете, когда начинаешь считать с деньгами, то, оказывается, профилактика-то, ведь это очень эффективное и очень дешевое вложение, но говорить-то с пациентом самое дешевое, что может быть, а результат может быть поразительным. Хотя у нас, конечно, центры здоровья вот понасоздавали, не знаю, как вас, но вот у нас я как бы не чувствую, что это как-то хоть сдвинуло бы с места вот это главное, то есть массовое объяснение, разговоры, доказательства по населению не просто двигаться, не просто ешь правильно, а объяснение каких-то тонких вещей, о которых я вам сегодня вам расскажу, потому что, может быть, если бы и врачи знали вот те тонкие механизмы, как вот работать на здоровый образ жизни, на что может повлиять, просто поражаешься, откровенно говоря. Ну и до этого еще доберемся. Что значит государство? Потому что не каждый отдельный врач, не каждое отдельное лечебное учреждение может вот это обеспечить, да, то, что вот на этом слайде, потому что маркировка пищевых продуктов, указание там ценности продуктов там в меню, в кафе, в ресторанах, ну должен какой-то приказ, да, что только так и никак иначе пропаганда здоровья в СМИ, но не так, что опять же надо там двигаться, надо правильно питаться, но какие-то более конкретные вещи, вот о которых я немножко расскажу. Если уж физическая активность назначается, то какие-то, опять же, как, что, где, методы контроля, но то есть вот это те вещи, которые один терапевт на участке не сделает, то есть даже будет он, даже 30 минут ему, данные приемы никто никогда не даст, и все равно у него не хватит времени вот это все рассказать, объяснить, потому что в конце концов человек еще пришел с болячкой, ее тоже надо лечить, уже надо лечить. Поэтому Татьяна Юрьевна тоже это говорила, что реализовать такое, почему у нас, допустим, наверное, может быть, не пошло, вот эти центры здоровья создали, ну такой вот тот максимальный ответ, который бы хотели мы, ну не был получен, почему? Ну может быть, потому что команды не было, команды не было, подготовленных специалистов, которые стали работать в центре здоровья, туда просто пришли врачи, им сказали, вот что у них теперь будет в этом направлении, а их-то кто-то должен научить, был, прежде чем ты сам будешь вещать и чего ты там делаешь, ты сам-то научись, поэтому сегодня, конечно, вот в рамках того, что стали изучать то, что Татьяна Юрьевна рассказывала, попытки как-то классифицировать заново все эти метаболические нарушения и так далее, постоянно везде во всех этих документах обращается внимание на то, что, ну работать с пациентами должна некая команда специалистов, которые готовы в этом направлении работать, не случайные люди, не вчерашние ординаторы, может быть, ординаторы, но может быть, такие, которые я расскажу, откуда взявшиеся, ординаторы, ну а просто вот закончил институт обычная такая по лечебному делу ординатура, потом прийти вот что-то, пытаться там работать с пациентами, с педагогическими факторами риска, их слишком много и подходы слишком разные, это практически невозможно, поэтому сегодня и встает вопрос о том, что командой этим должны заниматься, люди, которые могут правильно говорить о здоровом жизни, если назначать физические тренировки, это должен быть специалист в этой области, если специальные препараты, но опять же должен быть человек, фармаколог, клиницист, фармаколог, который подготовлен именно в этом направлении, думаете, у нас терапевты и даже кардиологи так хорошо знают, как бороться с тем же ожирением, с какими-то другими метаболическими факторами, риска нет, это все-таки какая-то отдельная специальность, и то, что Татьяна Юрьевна рассказывала, что такой больной терапевту пришел, она его к урологу, онкологу, с конца начинаю, но тем не менее, гипотологу, бог знает, еще эндокринологу, конечно, и так далее, пока все, этот круг весь обойдет, пока везде в очередях постоит и везде получит свои заключения, пойдет к этому терапевту, он уже забыл про него, о чем, собственно говоря, хотел этот больной, что он хотел от этого больного, поэтому вот это какое-то междисциплинарное взаимодействие команды, готовые бороться с метаболическими нарушениями, вот в это, собственно, все упирается, это на Западе поняли, и вот как они поняли, что они сделали, я тоже вам покажу. Итак, дорогие коллеги, вот я когда готовилась к многочисленным нашим уже с Татьяной Юрьевной и вебинарам, и вот с публикацией по метаболическому здоровью, честно говоря, вроде и знаешь, потому что физические тренировки полезные, детали знаешь какие-то, но тем не менее, погрузившись во все это, я просто была в шоке, откровенно говоря, до какой степени мы недооцениваем то, что о чем так мельком говорим по больному, ну двигаться надо, ну да, кислорода будешь больше погращать, да, вроде так все. А вот теперь посмотрим на эту картиночку, дорогие коллеги, кардиопротективные механизмы физической активности, что могут сделать только физические тренировки, только. психологические, социальная адаптация, психо-социальный стресс может снижать депрессию, антиаритмические, антитромботические, тонкие механизмы со стрелочками ниже, антисклеротические, гемодинамические, просто физические тренировки, но назначены грамотно, как положено, и это уже удивляет, но доявляет еще больше другие моменты. А как это происходит? Ну каким образом физические тренировки могут запустить такую цепь протективных эффектов, ну просто всеобъемлющих, всеобъемлющих. И вот одна из публикаций, крайне интересная, о том, что, оказывается, не только висцеральный жир, мышцы, это тоже мощный нейроэндокринный орган, и он вырабатывает специфические миокины, которые являются вот этими как раз сигнальными молекулами, которые через активацию физического движения активируют выработку других нейрогуморальных факторов, которые запускают цепь чрезвычайно протективных эффектов. Ну вот по этому списочку центрального большого квадратика справа посмотрите, давайте хоть что-нибудь вспомним. Ну вот, например, миокины, которые вырабатываются в скелетной мускулатуре при физической активности, ни больше, ни меньше, как вырабатывает, стимулирует выработку онкостатина М, который ингибирует рост опухолевых клеток молочной железы. Нормально. Или, допустим, там вырабатывает нейротрофический фактор головного мозга, вот самая нижняя, который увеличивает пластичность головного мозга, нейронные связи, их выживаемость, повышает обучаемость и память. Вот наши пожилые, да, теряют свою ментальную функцию, ну, кроссворды-то, конечно, хорошо, а двигаться, оказывается, надо. Более того, миокины стимулируют выработку и резина, у него много действий, в том числе и резин стимулирует как раз выработку этого нейротрофического фактора, хотя мы долгое время знали о том, что резин, вообще-то у него другая вроде как работа, и резин это стимулятор браунинга, браунинга, то есть покоричневение белой ткани, это что такое, он активатор синтеза митохондрии, активации их действия, митохондрии это термогенез, это энергия, это похудение, поэтому резин, пытались даже препараты, была такая идея, да, мне что-то как-то не реализовалось, на основе резина создать препарат лекарственный для снижения веса, так что вот представьте себе, и все даже не перечислишь, наверху вот циклический инотрофический фактор, участвует в регуляции остеоблантов, предупреждает переломы, и так далее, и так далее, миокин, быстрый цистеин, подавляет туморогенность кишечника, коллеги, ну ничего себе, это просто движение, это просто физическая активность, которую мы должны так назначить, и так мотивировать больному, и, наверное, какие-то из этих вещей рассказать, что это не просто там какие-то простые вещи, это очень глубинные вещи, это действительно влияние на глобально метаболическую составляющую всего организма и функционирование практически каждого органа. Ну, мы обычно достаточно судим об этом примитивно, но как всегда по конечным результатам, ну, конечные результаты впечатляющие, вот на данном слайде вы видите, что эффекты физических тренировок, они по ВОЗовским рекомендациям у нас определены, вот эти, да, в любой рекомендации вы напишите, сколько надо двигаться, там эти 150 минут хотя бы 2-3 раза, лучше каждый день в неделю, ну, то есть это тот минимум, так вот, есть данные о том, что если хотя бы вот этот минимум соблюдать, вот строчка соответствующая рекомендация ВОЗ, физическая активность, уже сердечно-сосуистая даже смерть или смерть даже снижается, более чем рекомендует ВОЗ, но надо планомерно к этому прийти, снижается очень сильно, максимально снижается сердечно-сосуистая смертность, но если не выполняются эти рекомендации, посмотрите, как, или даже отсутствует физическая активность, ну, бытовая, вот мы там что-то по дому там двигаемся, считаем, что это тоже физическая активность, на самом деле нет, и поэтому вот этого позитивного эффекта от физических тренировок ожидать невозможно. Ну, я уже не буду повторять механизмы, на предыдущих слайдах мы уже это обсудили более-менее подробно о том, как работают физические тренировки, ну, только вот красным цветом выделила освобождение экзоркинов, да, это вот специфические такие сигнальные молекулы, которые запускаются пентаболических позитивных событий при физических тренировках, но вот миокина это тоже экзоркина, то есть вот все это очень тонкие метаболические эффекты, как работают физические тренировки. Ну, и, кстати говоря, все-таки какой метод контроля должен быть за теми физическими тренировками? Мы вот с Татьяной Юрьевной не раз на разных конференциях докладывали, рассказывали, как нужно тренировать, какие методы контроля, да, вот, и как разговаривать при этом с больными, а то они начинают двигаться, вроде что там тренироваться, а вес не снижается, все, катастрофа, значит, неэффективны. Мы всегда правильно, Татьяна Юрьевна, абсолютно мы, так сказать, здесь совершенно одинаково представляем, о том, что надо следить не столько за весом, сколько за объемами, за объемами, да, и вот окружность талии, вот буквально документ 20-го года, да, где целый консенсус тоже предложили по контролю за физическими тренировками и вообще по контролю за эффективностью метаболических вмешательств всевозможных. Так вот, окружность талии они предлагают считать жизненно важным показателем консенсусного соизвеления рабочей группы по атеросклерозу и даже по висцеральному ожирению. Отдельная рабочая группа уже в Европе существует. То есть они предлагают как минимум, как минимум, конечно, идеально это контроль висцерального, конкретных параметров висцерального ожирения, потому что мы все знаем, что окружность талии это суррогатный маркер подкожное плюс висцеральное ожирение, то есть это не только висцеральное, и он может, конечно, так сказать, путаницу некоторую вносить, но если хотя бы по нему мы будем следить за эффективностью наших рекомендаций по здоровому образу жизни, это уже будет кое-что, хотя более тонкие вещи мы должны осваивать, и все, что Татьяна Юрьевна говорила о внедрении в реальную клиническую практику медов оценки висцерального ожирения будем надеяться доживем. Все-таки у нас даже вышел документ, как это делать из очень уважаемого учреждения. Но, во всяком случае, тем не менее, дорогие коллеги, возникла такая концепция, что через механизмы здорового образа жизни, физические тренировки, лишь часть этого цепи компонентов здорового образа жизни, они позволяют нам управлять системной биологией здорового долголетия и благополучия. То есть есть такая системная биология, то есть вот эти все нейрогоморальные факторы, о которых я говорила, что за ними стоят не формальные вещи, а очень тонкие механизмы как организм запускает нормализацию метаболизма, запускает те эффекты, о которых мы говорили, вплоть до противоопухолевого процесса. Они все имеют не какое-то там теоретическое придумали, вот сказали, нет, вполне конкретные нейрогоморальные факторы, которые за эти вопросы отвечают. Но все-таки в этой системной концепции системной биологии здорового долголетия, благополучия. Центральная фраза это такая, что воздействию на общий метаболический субстрат можно заблаговременно предотвращать различные распространения кардиометаболических хронических заболеваний. А общий метаболический субстрат в этом же документе указан вот красным обведенный, висцеральное ожирение. Вот он, этот общий метаболический субстрат, управляя которым мы можем обеспечить системную биологию здорового долголетия и благополучия. Поэтому на этом слайде уже, извините, без перевода, потому что все слова очень простые и понятные нам всем, в эту понять входит не только физические тренировки, естественно, а входит понятие здорового питания, диетических ограничений и очень большое внимание метаболическому, ментальному, извините, здоровью, о чем мы, так сказать, считаем, что это кто-то должен, но только не мы, рассказывать нашему пациенту, как поддержать вот это здоровое долголетие, благополучие и ментальное здоровье. Татьяна Леонидовна немножко об этом говорила, вплоть до медитации, занятия искусством, рисование, конечно, коммуникации, правильное отдыхание, то есть вот какие-то такие вещи, которые пожилым людям, да и не только пожилым, объяснять надо как, а то мы факт, так сказать, говорим факт, а как это все делать и где бы, кто бы этим занимался, то есть множество открылось центров у нас, например, коммерческих, ну чем угодно, ну только вот, это же тоже можно за деньги заниматься, раз уж так денег хочется, ну в конце, по-моему, небольших, но это, тем не менее, отдача будет колоссальная. То есть, и вот, идя по этим всем стрелочкам, которые от этой системной биологии здоровья, долголетия, благополучия идут, вы придете, что все вместе вот эти вот воздействия, которые указаны через уменьшение вестерального ожирения, они снижают воспаление, инсулинорезистентность, уровень глюкозы, там, кортизол, гиперактивность симпатической нервной системы и так далее. И как факт, как итог вот эти все тонкие механизмы приводят к уменьшению жировой болезни печени, нефропатии, кстати говоря, ренометаболические, ишемической болезни сердца, сердечной достаточности, сосудистых заболеваний, инсульта, сосудистой деменции, фибрилляции предсердия, эректильная дисфункция, рака, хроническая, как он это у гинеков-то, а? Синдром поликистозных яичников, а, соответственно, дед рождения, да. Поэтому, дорогие коллеги, ну вот такая схема, вот, мне кажется, прям где-то на стенке каждому повесить и больным по ним показывать и сами всегда думать, что мы там за каждую проблему хватаемся помаленьку, а вот она, центр метаболического здоровья, а глобальное здоровье вообще, потому что похоже дело к тому, что метаболическое здоровье в значительной степени определяет здоровье нации на сегодняшний день. Вот так что эта проблема-то вот такая. Вот. Ну и сегодня, конечно, масса публикаций пытаются все еще на более ранних этапах находить маркеры метаболического нездоровья, где-то, чтобы совсем рано там пытаться в будущем хотя бы что-то делать. Ну вот, сейчас у нас даже диссертация кандидатская в процессе подготовки, посвященной микровизикулам, которые приобрели особый интерес в связи их роли в метаболическом гомеостазе и сердечно-сосудистой физиологии. То есть вот экзосомы, которые там есть, это, естественно, наносители, наносители, которые передают биологическую информацию при метаболических нарушениях, сердечно-дисфункции, то есть вот это уже тонкие механизмы. Конечно, много мы уже говорили, это не новый вопрос, но публикация свежая, тем не менее. Триметиламин, продукт работы микробиоты, микробиоты, и вот как он управляет уже здоровьем, то есть чем его больше, тем хуже наше метаболическое здоровье, это мы давно уже знаем, но меня пугает только то, что мы опять пойдем не тем путем, будем изобретать лекарства против триметиламина, надо бороться просто за здоровье кишечника, за его адекватную работу, и это опять питание, это опять физические тренировки и так далее. То есть лекарства против этого метаболического маркера, это опять же, а микробиоты, это что-нибудь, другой сочинит, и запустит другой метаболит, который опять будет нарушать наше метаболическое здоровье. Ну и масса других на сегодняшний день вот этих попыток выявить ранние маркеры будущих метаболических нарушений, попытки, ну опять же, лекарства создавать, нет, начинать сработать с этими пациентами, начинать с ними разговаривать, обучать, прежде всего, сами должны научиться, конечно же. Ну а метаболит, что же с метаболитозными препаратами, дорогие коллеги? Ну тут я скажу, что, конечно, у нас есть, вот мы знаем о том, что много метаболических эффектов, у метформина, у статинов описано много метаболических эффектов, да, но я хочу сегодня, у меня совершенно независимый доклад, но я не могу не сказать сегодня о любимой моей группе препаратов, потому что, когда появились ингибиторы СГЛТ-2, мы участвовали в исследовании Эмпорой Каутка, мы влюбились с тех пор в эти препараты, много им занимаемся и думаем про них, вот, и уже тогда было понятно, препараты-то очень хитрые, они обладают массой кардиопротективных, нейропротективных действий, жировую массу уменьшают, то есть у них какие-то есть совершенно уникальные эффекты, понять, как-то все работает только, и поэтому на сегодняшний день мы даже общество кардиологическое у нас дома в Барнауле провели с таким названием, как глифлозины, как наднозологические препараты при метаболических нарушениях, болезни я так в скобочках пишу, потому что, ну кто бы мог подумать, когда Эмпорой Кауткам результаты вышли, ну кто бы мог подумать, что на сегодняшний день мы имеем ингибиторы СГЛТ-2 в рекомендациях по сердечной достаточности, в рекомендациях по ХБП, само собой в рекомендациях по сахарному диабету, ну вот есть попытка, даже в рекомендации по артериальной гипертонии, они попали, я один слайд покажу, такого рода, но нет пока их в рекомендациях по атеросклерозу и по ожирению, но это несправедливо, и сейчас я попробую это доказать, особенно про ожирение. Ну вот буквально только покажу этот слайд, что касаемо прошлогодних, у нас в прошлом году вышли рекомендации не Европейского общества кардиологов, а Европейского общества по гипертонии, и вот они, посмотрите, они включили, красная линия подчеркнутая, ингибиторы СГЛТ-2, не только ОРНИ, которых обсуждало широко, а вот что надо ингибиторы, все знали, что начиная с импоры гауткам снижают они давление, ну и за счет диуретического эффекта, и за счет других эффектов протективных, снижают артериального давления, но как-то мало об этом говорили, а кто в раз себе европейские гипертонизиологи включили как дополнительный препарат ингибиторы СГЛТ-2 свои рекомендации, то есть по особым показаниям мы можем, ну или во всяком случае, учитывать их антигипотензивное действие, мы, конечно, обязаны. Ну а что касается тех показаний, тех метаболических проблем, как атеросклероз ожирения, что мы знаем на сегодняшний день? Ну вот здесь один единственный слайд из такого мини-обзора по роли ингибиторов СГЛТ-2 в атерогенезе. Ну вот такие, посмотрите, описаны действия, то есть публикации, уже на каждую эту позицию есть публикации, ссылки соответствующие, это все можно открыть и посмотреть. Я всегда стараюсь полностью работу, чтобы видно было прямо вот подой, по названию, легко найти и посмотреть все тонкости, которые описаны в этой работе. И оказывается, ингибиторы СГЛТ-2 редуцируют дислепидемию, редуцируют эндотелиальную дисфункцию, снижают оксидативный стресс, редукцию воспаления обеспечивают, редукцию адгезии и трансмиграции моноцитов, основа-основа, да, начало старта атерогенеза, когда они превратятся в микрофаг, господи, макрофаги и начнут заглатывать липопротеиды низкой плотности, старт атерогенеза. Ну, сначала, конечно, дисфункция эндотелия из-за факторов риска, но потом вот это. А оказывается, здесь тоже работают ингибиторы СГЛТ-2, ингибиторы формирования пенистых клеток, вот это заглатывание макрофагами липопротеидов низкой плотности, редукция размеров бляшки, увеличение стабильности бляшки, то есть описаны уже тонкие эффекты, такие и может быть когда-нибудь рекомендации по атеросклерозу, по дислепидемии, ну, как тоже может быть возможен дополнительный препарат, они и попадут. Ну, а что уж касается ожирения, уж что касается ожирения, то вот этот эффект этих препаратов с самого первого вот этого исследования по Рекатукам мы уже знали, я уже это рассказывала не раз, что официально потом опубликовали, что они на 2-4 килограмма снижают вес по результатам, а мы видели больных и на 5, и на 7 килограммов, которые снизили вес вот в рамках исследования по Рекатукам. Вот, то есть они таким действием на самом деле обладают, и масса публикаций, причем по каждому из грифлозинов, о том, что талию снижают, индекс массы тела снижают, но самое интересное, все грифлозины, которые сейчас у нас в пользовании, для всех имеются публикации о том, что они уменьшают торщину эпикардиального жира. Для всех. Причем прилично, но в данном случае канаглифлозина 2 миллиметра, это где всего там этого жира, там вот изначально 9 миллиметров, представьте, минус 2 миллиметра, это очень много, да, если еще дальше-дальше будет этот препарат больной принимать, так и еще уменьшится объем эпикардиального, а это же эпикардиальный жир, значит, остальной жир тоже уменьшается, то есть не только в одном локальном депо, значит, и везде, то есть вот этот эффект у них, безусловно, присутствует, и механизмы, как он это делает, тоже описаны, они, грифлозины, как это делают, тоже описаны, тоже тонкие механизмы, что снижая уровень глюкозы, снижая уровень инсулина, вырабатывая фактор роста фибробластов 21, они запускают целую цепь событий, какого толка? В мышцах повышают окисление свободных жирных кислот, в печени снижают липогенез, повышают уровень бета-оксидации, увеличивают бета-оксидацию, естественно, в печени же идут процессы, жира там более чем достаточно, и вот как раз активация разобщающего белка 1-митохондрий в печени запускает процесс вот этого браунинга, покоричневения, о котором я уже рассказывала, термогенез, пожар, пожар везде, в бурой жировой клетке, если браунинг запущен, то, а он тоже, кстати, физическими тренировками запускается, потому что активирует вот эту выработку разобщающего белка 1-митохондрий, то белая жировая ткань начинает превращаться в бурую и уменьшается в размерах. Ну и так далее. То есть, дорогие коллеги, то есть механизм, как это делают глифлозины, тоже понятие написан, доказан во многочисленных исследованиях. Я только прям по верхушкам это рассказала. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что глифлозины стали первыми наднозологическими препаратами, которые, может быть, мы когда-то будем назначать при нехометаболической болезни. Предлагаю, предлагаю. Кардиометаболическая болезнь на первом месте назначения глифлозинов. Так что они слишком много хорошего при метаболических нарушениях делают. Ну а что за рубежом? То есть, так сказать, к сожалению, пока от них все к нам идет, хорошо бы от нас к ним. Вот давайте на свою метаболическую болезнь. И они за нами. Оп, как в России-то. Новый термин предлагают. Кардиометаболическая болезнь. То есть широкое понятие. Надо не в рамках того, что уже написано, идти вот в этом русле. Ну давайте шире смотреть на проблему. Ну, короче говоря, что делают за рубежом? Ну они уже давно поняли, что должна быть такая кардиометаболическая медицина. И с заголовками время действует. Масса публикаций такого рода. Призыв к развитию новой специальности в клинике внутренних болезней. Специалистов в области кардиометаболической медицины. Такого специалиста подготовить непросто, потому что в кардиометаболической клинике должны быть и персонифицированные кардиометаболические медицины, и там физически-психологическая реабилитация, ну и так далее, и так далее. Я уже немножко затягиваю. То есть это целый комплекс проблем, которым должен владеть в большинстве каждый специалист по кардиометаболической медицине. Ну плюс должны быть, конечно, там специалисты, ну кажется, занимающиеся особенно своим делом. Ну и глобально специалист в кардиометаболической медицине. И на сегодняшний день у них уже подготовка, я почему сказала, ординаторы. Ну вот если такие ординаторы, да, после такого обучения, тут уже готовы специалисты по кардиометаболической медицине. И на сегодняшний день они это уже используют. Вот в данном случае опубликован план подготовки специалиста трехлетней по кардиометаболической медицине, где они изучают эндокринологию, диабетологию, липидологию, и естественно, эхо-стресс-тестирование, и реабилитацию, и так далее, и так далее. Конечно, все подходы к обучению пациентов и объяснению, правильному объяснению не с налёда, так, между делом, а правильному, мотивирующему объяснению. Вот это персонифицированное обучение должно быть мотивирующее, за что зацепиться у данного конкретного больного, то ради чего он начнёт меняться. У каждого такая зацепочка имеет место быть. Ну вот другая публикация, ещё более широкий круг вопросов, который должен вводить специалист по кардиометаболической медицине, и они уже внедряют эту кардиометаболическую медицину. Ещё и психологи там должны быть, потому что лечить такого пациента сложно. Вот на этом слайде вы видите, что приверженность к лечению больного с ожирением меньше, хуже даже, чем у больного с депрессией. Она самая низкая в квадрате, это у больного с ожирением. То есть они не склонны выполнять рекомендации врачей. У них вообще там своя внутри какая-то жизнь, потому что эта жизнь создалась из того, в чём и мы виноваты, наверное, потому что слышат наши больные, что когда они приходят к нам со своими проблемами, мы, конечно, правильно говорим. Вот похудеешь, давление снизится. Вот похудеешь, твой атеросклероз уменьшится, и жира в твоей печени не будет, когда ты похудеешь. Ну вот и дивлют того, что худей. Ну и вот куда он пойдёт, больной? Весь расстроен, весь обиженный, и весь такой неудовлетворённый результатом посещения врача. И вот это вот появилось даже такое понятие, как стигматизация ожирения. Скрытое предубеждение против людей, основанной на размерах тела. Стигматизация ожирения, которые поняли это, кстати, во время эпизода ковида. У меня даже в близком круге есть, к сожалению, парочка близких людей, друзей, которые стеснялись ехать, боялись, куда я вот такой с таким весом, но в результате долежали. Вот поэтому и вот во время ковида как раз это поняли, что как раз больные с ожирением самые опасные на риск смерти, они-то в поликлинику не идут, к врачу не идут, скорую помощь не выживают, не вызывают, что-то ждут, потому что они понимают, что скорее всего им скажут, ну похудеть сначала, а как, что, никто ничего не расскажет. Поэтому вышел даже такой консенсусный документ, международное консенсусное заявление о прекращении стигматизации ожирения. Вы должны относиться как к болезни, я всегда говорю, мы же не говорим больного с гипертонией или с атеросклерозом, ты сначала с своими факторами риска справишься, которые привели к этой болезни, а потом мы тебя полечим, мы же так не говорим. Значит, надо и с этими пациентами разговаривать как со сложной, трудноуправляемой болезнью и с максимальным вниманием и с заботой и с объяснениями, мелкими шажками все-таки пытаться идти с ними вместе с здоровьем и ни в коем случае не отвадить их от медицины. Поэтому, дорогие коллеги, может быть, и у нас когда-то будет за рубежом есть кардиометаболические центры, где все специалисты разных специальностей и глобально специалист по кардиометаболической медицине больной только сунулся туда со своими проблемами и все их проблемы стали комплексно решать. Поэтому вот это наше теоретическое будущее, которое уже за рубежом реализуется. Ну и завершить, я всегда говорю, что вот у меня любимая фраза, которую когда-то я вот из этого документа чьего-то национального форума по заболеваниям сердца и инсульта американского 2018 года, нашла вот эту фразу, она мне впечатлила и поэтому я многие доклады заканчивают именно этой фразой, что ожирение медленно уничтожает прогресс, достигнутый в снижении сердечно-сосудистых заболеваний. Но сегодня, дорогие коллеги, я хочу нас закончить на оптимистической фразе, на оптимистических вещах, потому что вот буквально уже в январе 2024 года в Европейском кардиологическом журнале вышла такая статья, название которой «Изменение образа жизни пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями никогда не поздно перейти к здоровому образу жизни». И что под этим имеется в виду? Что вот детали этого исследования уж не буду рассказывать, а значит четыре группы пациентов проанализировали устойчиво-здоровый образ жизни, верхняя строчка во всех подразделах, устойчиво-нездоровый образ жизни и внутри между ними человек взялся за себя улучшение в сторону формирования здорового образа жизни. Сегодня, завтра мы с вами с утра начинаем здоровый образ жизни. Вы посмотрите, как радикально и быстро меняются все причины смертности. Идеальная, конечно, устойчиво-здоровый образ жизни наименьшая смертность, но посмотрите, там, где улучшается, оранжевый квадратик, улучшились образ жизни и уже двинулись в сторону уменьшения всех причин смертности. То же самое касается сердечно-сосудистой смерти, то же самое касается сахарного диабета. То есть никогда не поздно в любом возрасте с любым индексом массы тела, с любым объемом метаболических заболеваний никогда не поздно. 2024 год Европейский кардиологический журнал. Так что всем здоровья, легкого сердца и благополучия. Спасибо. Спасибо большое, Галина Александровна. Не уходите, пожалуйста. Есть ли вопросы в аудитории? У меня два коротеньких вопроса. Первый, как вы относитесь все-таки, вы не назвали этот класс препаратов к агонистам глюкогон-подобного пептида-1, они сейчас офф-лейбл, это препараты для лечения диабета, но офф-лейбл очень широко ими пользуются для снижения веса. И второй, от бариатрической хирургии, как относятся. Ну, к бариатрической хирургии, честно говоря, сложно, потому что есть у меня люди, которые все равно все возвращается, если пищевые привычки не привычны, не созданы. Вот здесь командный подход именно, нужен психолог. Это просто помощь начать, здоровый образ жизни, вот теперь тебе будет легче, ну, начинай, не начинай, все заканчивается тем же самым. Поэтому сама бариатрическая хирургия хороша, но нужно еще консультирование больному, как вести себя дальше, тогда это будет то. Что касается ингибиторов глюкогон-подобного пептида, хорошо отношусь, но они еще того уровня значимости при метаболических нарушениях и того обширности значимости все-таки не достигли. Та же ХСН там, пример и так далее. Спасибо большое. Мы немножко вышли из регламента. Галина Александровна, благодарю вас. И третье сообщение очень интересное, я надеюсь, Никулина Светлана Юрьевна, Красноярск, генетические аспекты ожирения. Уважаемые коллеги, я вижу, очень хорошо, слава сюда. А вас не будет слышно. Ах, вы их с микрофоном. Отлично, отлично, простите. Итак, добрый день, уважаемая Лена Ивановна, добрый день, уважаемые коллеги. Да, тема очень интересная. Сегодня говорили уже о персонифицированной медицине. И мне бы хотелось сказать немного о генетических аспектах ожирения. В 22-м году уже раскат, появилась вот такая цифра, что 2,5 миллиарда взрослых имеют избыточный вес. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения, 75-я сессия Всемирной Ассамблеи. Вы видите, из них 890 миллионов страдают ожирением. Распространенность 31% Юго-Восточной Азии и Африка, 67% регионы Северной и Южной Америки. Когда мы говорим об ожирении, сегодня было очень хорошо это сказано, что вы видите, что все зависит на самом деле от тех генов, которые передаются по наследству. То есть вы видите эпигенетические механизмы ожирения. И, конечно, вот в левом верхнем углу это то, о чем мы сегодня разговаривали. Это внешние факторы, это наш образ жизни, о котором мы сегодня говорили о том, что мы должны перейти к здоровому образу жизни. И здесь указывается и стресс, и курение, и нездоровое питание и так далее. Но, тем не менее, генетические варианты, которые у нас заложены нашими родителями, заложены нашей семьей, наряду с явлениями общего дома, несомненно, создают определенный фенотип пациента с ожирением. В настоящее время обнаружено около 50 генов, варианты которых ассоциированы прежде всего с моногенным и синдромальным ожирением. Конечно, моногенные это самый тяжелый тип ожирения, где идет, видите, нарушение синтеза белков, сигнального пути, лептин, меланокартин. И сегодня я бы хотела все-таки остановиться на ряде генов, как их называют прямо генов ожирения, которые в настоящее время очень даже неплохо изучены и которые влияют на наш избыточный вес при определенных триггерах внешней среды. Итак, перед вами одни из этих генов, на которых я остановлюсь более детально. И вы видите, что определенные генотипы, то есть генетические варианты этих генов дают тот или иной эффект, есть избыточное ожирение или нет ожирения. Один из этих генов перед вами, это ген ФТО, он так и называется, ген ожирения, отвечает за регуляцию энергетического обмена и насыщения организма. Он связан с выработкой гормонов лептина и горелина, вы прекрасно знаете, что это за гормоны. И давайте посмотрим на генетические варианты, которые изучены применительно к развитию ожирения. Итак, генотип ТТ, вы видите, он характеризуется нормальным количеством функционального белка и у этих пациентов имеется норма или отсутствие предрасположенности к избыточной массе тела. Совершенно другой, гетерозиготный генотип ТИА, вы видите, характеризуется тем, что существует предрасположенность к избыточной массе тела и суточное потребление калорий у этих пациентов увеличивается на 125 калорий, вы видите, практически в сутки. И редкий гомозиготный генотип, то есть по редкому аллелию АИА, 20% у этого гена характеризуется тем, что отмечается низкая скорость появления чувства насыщения, выраженная склонность к избыточной массе тела и ожирению за счет сниженной чувствительности центра насыщения к лептину и грелину и склонности к перееданию. То есть таким образом по вот этим генетическим вариантам одного гена, гена ФТО полиморфизма РС9939609, можно уже судить о том, как действительно этот человек при наших рекомендуемых диетических мероприятиях будет реагировать на то, что мы с вами рекомендуем. Следующий ген меланокортикотропный рецептор четвертого типа. Он кодирует рецептор, который относится к канурексигенной части регуляторного пути пищевого поведения. Преимущественно экспрессируется в клетках мозга, это понятно, где основной его функцией является регуляция потребления и расхода энергии. Точно так же были исследованы различные генотипы этого гена. Распространенный генотип ТТ, гомозиготный генотип, характеризуется нормальным количеством функционального рецептора, и эти пациенты при этом генотипе имеют отсутствие предрасположенности к избыточной массе тела. Но у других пациентов, посмотрите, гетерозиготный генотип ТСИ и гомозиготный генотип по редкому аллелию ССИ, они уже характеризуются высокой скоростью появления и низкой скоростью подавления чувства голода. Вот эти генотипы, это агрессивные генотипы, или мы можем сказать ассоциированы с развитием метаболического синдрома и ожирения. Дофамин – это гормон предвкушения удовольствия, является нейромедиатором, осуществляет передачу импульсов между нейронами, участвует в биохимическом обеспечении процессов, которые протекают в центральной нервной системе. Вы видите, что дофаминовая система разнообразна. У нас выделяют пять дофаминовых рецепторов. Вы видите, по количеству этих рецепторов на клетке они располагаются вот в такой последовательности. Наибольшее количество – D2 рецептор, дальше – D1 и дальше по порядку – D3, D4 и D5. И, соответственно, генетические изменения дофаминового рецептора второго – это наиболее персонифицированное исследование, которое касается метаболического синдрома и ожирения. Давайте посмотрим генетические варианты. Итак, распространенный вариант GG характеризуется тем, это 67% населения, когда отсутствует психогенный фактор риска избыточного веса, поскольку нет склонности у этого генетического варианта к импульсивному приему пищи в ответ на стрессовое состояние и аддитивному поведению. А вот гетерозиготный генотип GA и гомозиготный генотип и по редкому аллелю выявляется высокий риск избыточного веса, наблюдается склонность к импульсивному приему пищи в ответ на стрессовое состояние и аддитивному поведению. То есть, если мы исследуем эти гены у этих пациентов, если мы говорим о том, что сегодня нам говорил Евгений Владимирович Лехто, о том, что мы создаем полигенные факторы риска, то есть, мы выясняем эти шкалы полигенных факторов риска, развития в частности, здесь метаболического синдрома и ожирения, то мы можем выделить определенную группу пациентов. Это называется группа пациентов с факторами риска. И это не только те, которые уже имеют ожирение, но мы начинаем работать в ядерных семьях. То есть, мы видим действительно папу, маму, страдающего ожирением. И вот, когда мы берем, исследуем генетические факторы риска у детей, племянников и остальных членов семьи, и видим, что именно редкий генотип АА гена DRD2 характерен для этого мальчика, который растет в этой семье, то вот здесь мы персонифицированы, должны проводить те диетические мероприятия и прочие мероприятия, которые действительно дадут эффект. И мы меньше беспокоимся о других вариантах этого гена. Еще один ген, мы его привыкли считать ген NDRB2, то есть ген бета-адренорецептора второго типа. На самом деле, он характеризуется вот такой плеотропностью, этот ген. Полиморфизм этого гена влияет на развитие фибрилляции предсердий. Полиморфизм этого гена влияет на развитие синдрома слабости синусового узла, синдром бради тахикардии. И вот оказалось, что этот ген, определенные генетические варианты, определяют развитие метаболического синдрома и ожирение. Если мы с вами посмотрим гетерозиготный вариант CG и гомозиготный вариант по редкому аллелю GG, то мы увидим, что этот генетический вариант связан с выраженной предрасположенностью к абдоминальному ожирению за счет значительного снижения скорости расходования энергетических запасов. В названии понятно, что этот ген обязательно участвует в развитии метаболического синдрома. Ген транспортера глюкозы второго типа. Этот ген является переносчиком глюкозы, осуществляющим перенос глюкозы через клеточную мембрану. То есть это основной переносчик глюкозы между печенью и кровотоком. При исследовании как раз генотипов этого гена было также выяснено, что гомозигота по редкому аллелю ТТ имеет выраженную пациенты с этой гомозиготой имеют выраженную склонность к употреблению сладких продуктов за счет низкой рецепторной чувствительности к глюкозе рецепторов языка. И опять же я говорю о том, что у нас теперь с вами есть определенная группа риска в ядерных семьях, где мы можем активно с этим работать. Еще один ген, ген пролиферактор пероксисом гамма. И его гомозиготный генотип по редкому аллелю GG характеризуется предрасположенностью к нарушению функционирования рецептора низкой эффективностью низкой жировой диеты. Вот видите, мы сегодня рассказывали, да, нужно осуществлять диету, несомненно смотреть за целевым показателем окружности талии. Но вот этот генотип характеризуется тем, что у них действительно низкая эффективность низкой жировой диеты. Но зато высокая эффективность физической нагрузки. То есть, опять же, я говорю о персонификации. Ген переносчик жирных кислот полиморфизм RS179-98-83, опять гомозигота АА, характеризуется высокой активностью функционального белка и выраженной склонностью к избыточной массе тела и ожирению за счет активного усвоения жиров, поступающих с пищей человека. Ген адренорецепторов бета-3 третьего типа и в гомозиготный генотип СС, этот генетический вариант связан с предрасположенностью к значительному снижению скорости расходования энергетических запасов жиров. То есть, это фактор риска избыточного веса или ожирения. И в настоящее время в литературе вы видите, появились вот такие замечательные рекомендации. Выбор спорта для снижения веса в зависимости от генотипа того или иного гена. И вот я вам показываю гены бета-адренорецепторов, ген парак, ген ожирения ФТО, при полиморфизме которых указывается, что вот вы, молодой человек, будете заниматься силовыми нагрузками, а вы будете заниматься аэробными нагрузками, которые будут эффективны при полиморфизме, распространенном этого гена. То есть вот она персонификация медицины, что очень важно. И я бы хотела сказать о том, что вот совсем недавно я обнаружила, вот вы знаете, как-то не общалась, не смотрела, но тем не менее обнаружила вот такое исследование 2011 года, где было показано курение и абдоминальное ожирение. Мы всегда привыкли к тому, что все пациенты, которые курят, то у них вес снижается. И они даже говорят о том, что я бросил курить, и вы знаете, вот поэтому я поправился-то. А на самом деле оказалось, что курение приводит именно к развитию абдоминального ожирения. По крайней мере, в этом исследовании была показана тенденция. Но мне было выявлено, что анализ этого, я прямо дословно перевела отсюда, анализ исследований и другие ограничения не позволяют сделать вывод о причинно-следственной связи между курением и распределением ожирения. Однако нынешние курильщики должны быть проинформированы о том, что они более склонны к покоплению жира в центре тела, это дословный перевод, и связанным с этим дополнительным риском здоровья. Ну, в связи с этим, конечно, несомненно, мы рекомендуем нашим курильщикам отказываться полностью от курения. Но, как, я думаю, у всех из нас существуют такие злостные пациенты, которых уговорить ничем невозможно. И, конечно, в этом случае мы рекомендуем не обычную сигарету, не электронные сигареты, а существуют даже электронные средства нагревания табака, которые мы тоже рекомендуем этим пациентам, поскольку они наносят меньший вред. И, конечно, в настоящее время в Европе вот появилась вот такая концепция снижения рисков применения применительно к табакокурению. То есть рекомендуется, что с точки зрения государственного регулирования необходимо внедрять наиболее строгие правила для горючих табачных изделий, что у нас это сейчас и делается. И в то же время установить дифференцированный подход, вы видите, в соответствии с бездымным табачным изделиям. Обязательно абсолютное ограничение доступа к несовершеннолетним, но в том случае, если пациент у нас полностью отказывается, не может отказаться от курения, рекомендовать какие-то дополнительные шаги, которые могут уменьшить вред организму. Вы помните, это пластыри, которые мы используем, это жвачки, это электронные системы нагревания табака, которые мы тоже рекомендуем нашим пациентам. Еще раз хотела сказать о том, что генетика это упрямая вещь, которую мы получаем от наших родителей, но на самом деле, несмотря на то, что мы получаем от них определенные активные гены, допустим, к развитию метаболического синдрома, только триггерные факторы внешней среды несомненно приводят к появлению этих неблагоприятных генов. Поэтому здоровый образ жизни это та наша альтернатива, которая не даст проявиться неблагоприятным генетическим предикторам. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Есть ли коллеги вопросы? Светлана Юрьевна, у меня будет вопрос. Вот он такого плана. Вот вы рассказали о семьях, и мы все их хорошо знаем, где папа, мама, иногда дедушки, бабушки и дети такие толстячки. Вот какое взаимоотношение между генетической и наследственной предрасположенностью и стереотипом питания в этих семьях? Ну, я думаю, что частично это генетически обусловлено, но все-таки вот есть такие исследования? Несомненно. Ну, вот я хотела бы сказать о том, что на самом деле то, о чем вы говорите, в генетике называется явлением общего дома. То есть это европейская такая вот цитата явления общего дома. И хотя вот есть действительно генетическая предрасположенность в этих ядерных семьях, но эти явления общего дома вот как определенный слепок, как ключ к замку все равно определяют вот этот общий стол, по сути дела, который и приводит к ожирению детей. И пока у родителей мы не сформируем вот стремление к здоровому образу жизни, вот эти патологические гены, патологические генотипы и будут проявляться. Почему я и сказала, что вот эти триггеры внешней среды являются очень и очень важными. спасибо большое. Может быть, еще вопросы появились? Да, вот, пожалуйста, есть еще вопрос. А будьте добры, микрофончик сейчас вам принесут. Да, сейчас, одну секундочку, да, у нас запись идет, потому что, пожалуйста. Я хочу поблагодарить всех-всех докладчиков. Я целенаправленно наметила посетить вот этот как раз симпозиум. Почему? Я профессор Евсеева Мария Евгеньевна из Ставропольского медицинского университета, и я последние вот два десятилетия занимаюсь доклинической диагностикой основных сердечно-сосудистых заболеваний, то есть пятьдесят, сорок, двадцать, и даже там семнадцать-восемнадцать лет на наших студентах в плане вот их факторов риска. И, конечно, ожирение, конечно, это колоссальная проблема, начиная вот с первого курса, можно сказать. Я все ваши доклады очень внимательно слушала, все они очень мне помогут, и моим ученикам, у меня целая исследовательская группа работает, молодых ученых, в этом плане, карты по своему направлению. Сейчас вот как раз мы наших генетиков из Северокавказского противочемного института привлекаем, чтобы вот эти подходы хотя бы в какой-то минимальной степени у наших студентов изучить. Но вот я что хочу сказать, что вот это ожирение по нашим данным, эти данные мы уже начали публиковать, оно очень по-разному действует, оказывается, на разные структуры артериальной стенки. Мы в последнее время начали не просто факторы риска, а мы начали ранние повреждения органов мишеней пытаться изучить даже в 20 лет, и они там оказывается уже есть благополучно. И вот это самое ожирение, допустим, на комплекс интимомедия действует однозначно отрицательно. То есть начиная с недостаточной массы, потом группа нормальной индекса массы тела повышенная, там чётко идёт достоверное прямо увеличение этих показателей по толщине комплекса интимомедия. Ну, это как бы ожидаемо было, это вот как бы себе представляли все в голове, и вот оно подтвердилось. А вот когда мы начали изучать все показатели артериальной ригитности, причём на аппаратуре японской, которая даёт возможность определить не скорость распространения пульсовой волны, которая зависит, как известно, от уровня АД, момент измерения, а с помощью вот этого индекса КАВИ, как он называется, он не зависит от текущего АД. И вот там мы нашли, что у большинства молодых людей с избыточной массой ожирения идёт улучшение этого показателя. Это, конечно, было очень неожиданно. Пришлось перекопать литературу, и тогда мы пришли к мысли, что это оценивается как адаптационный физиологический эффект. Почему? Потому что для артериальной стенки избыток жировой ткани воспринимается как тренировка на выносливость, как вот у спортсменов получается. Но это время, пока вот так как бы эластика отвечает на такую повышенную нагрузку, оно ограничено. Это, во-первых, потому что по литературе у более взрослых лиц по десятилетиям уже это прослежено. Там уменьшается, этот эффект теряется. Вот я вас слушала и думаю, вот, наверное, у части молодых людей реакция на ожирение со стороны артериальной стенки, она, наверное, запрограммирована вот этими генами, потому что все-таки есть меньшая часть молодых людей, у которых развивается синдром Ева, то есть ускоренное сосудистое старение. А есть часть людей, которых укладывается в обычное как бы старение. То есть я вам очень благодарна, потому что вы мне, в общем-то, зародили новые мысли, новые подходы. Спасибо, спасибо большое. У нас центр есть здоровье университетский, который я создала уже 15 лет назад. Ну вот я же вам объясняю, сейчас мы решили привлекать генетиков из нашего северо-кавказского противочумного института. Но в отношении подготовки вот тоже я абсолютно согласна, тут прозвучало, что подготовка специалистов должна быть совершенно не такой, как у нас. У нас вообще в учебной программе вузовской никто никого не учит ранее до клинической диагностики. Когда я побывала на международном конгрессе в Японии и в Корее и там рассказывали о подготовке их кардиологов, то я поняла, что мы, конечно, отстаем, надо наверстывать. У них ординаторы, стажеры половину рабочего дня проводят в госпиталях с тяжелыми пациентами, как у нас. А половину своего рабочего дня они шагают в центры здоровья и там работают практически со здоровыми людьми с факторами риска. То есть здесь у нас громадное поле. Спасибо большое за комментарий. Спасибо большое всем докладчикам. Я два слова буквально скажу. Да, мы сегодня обозначили проблему. Я согласна, Галина Александровна, с вами, что нельзя суживать эту проблему до проблемы четырех органов. Здесь и онкология, здесь и суставная проблема. То есть, вероятно, нужно обсуждать термин метаболической болезни. Это проблема. И Татьяна Юрьевна ее блестяще осветила. Галина Александровна, она нам сказала о подходах, которые должны начинаться с беременности и даже до наступления беременности. И большая очень роль не только врачей, молодых, подготовленных врачей, большая роль государства в пропаганде здорового образа жизни. Ну и прекрасный доклад, посвященный генетике. Да, генетика, безусловно, может сыграть свою неблаговидную роль. Но мы сегодня имеем и инструменты, которые могут частично коррегировать эту неблагоприятную генетику. Я благодарю всех зрителей, слушателей, которые были в зале, всех, кто смотрел и будет смотреть нас онлайн. Благодарю всех докладчиков и всем хорошего вечера и здорового образа жизни. Всего доброго.